Первый канал и Красный квадрат Представляют Здравствуйте! Этим вечером с вами музыкальная программа «Достояние республики» И прежде чем мы расскажем вам, кто будет сегодняшним героем, давайте вспомним, что было в прошлой программе Для меня, наверное, это лучшая песня Высоцкого Я понимаю, о чем там идет речь Ну, или мне кажется Вот и все, я ее просто безмерно люблю, эту песню Послушай, Зин, не трогай, Шурин Самое главное – передать атмосферу Самое главное – ухватить дух Как смеялись тогда над этой песней, да, вот точно так же сейчас смеялся зал Гляди, дошьешься у меня Песня «Беда» – абсолютно женская песня И я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что в этом зале у каждой женщины заходилось сердце С кривотоками Где твои 17 лет? На большом карете Лучшей песней Владимира Высоцкого признана песня «Продоби ты мне баньку» Продоби ты мне баньку по-белому Чтоб я к белому свету привык Угорю я И мне Угорелому Пар горячий Ковш холодный Развяжет Язык Не топи А топи Наша программа посвящена тем, кто находится на музыкальном олимпе долгие годы Тем, кто завоевал любовь слушателей талантом и, конечно же, упорным трудом Герой сегодняшней программы поистине звезда большой величины Заслуги этого композитора трудно переоценить Он написал музыку к таким фильмам, как... Юрий Александрович, одну секундочку, я вас перебью Неужели вы собираетесь перечислять все фильмы? Знаете, нам так целой программы не хватит Давайте просто назовем имя нашего героя Александр Зацепин! Присвитар Александр Сергеевич, представление не нуждается Но мы позволим себе вкратце напомнить зрителю о творческом пути великого композитора Александр Сергеевич Зацепин Советский и российский композитор Заслуженный деятель искусств России Член Союза композиторов и Союза кинематографистов СССР Музыкальная карьера Александра Зацепина началась в 45-м году В Тюменском пехотном офицерском училище Счастливый случай связал молодого композитора с режиссером Леонидом Гайдаем Александр Зацепин прославился, когда на широкие экраны вышла картина «Операция И» и другие приключения Шурика За время творческой деятельности композитор написал музыку для сотни фильмов Среди исполнителей, с которыми работал Александр Зацепин Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Олег Анофриев, Филипп Киркоров Конечно, невозможно представить себе творчество Зацепина Без его многолетнего соавтора, поэта Леонида Дербенева Александр Зацепин женат, имеет дочь Живет на два дома – в Париже и Москве Призрачно все в этом мире бушующем Есть только миг, за него и держись Есть только миг, между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Есть только миг, между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Вечный покой, сердце вряд ли обрадует Вечный покой для седых пирамид А для звезды, что сорвалось и падает Есть только миг, ослепительный миг А для звезды, что сорвалось и падает Есть только миг, ослепительный миг Миг, ослепительный миг Миг, ослепительный миг Счастье дано Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется ЖИТЬ Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется ЖИТЬ В исполнении Олега Ануфриева прозвучала песня «Есть только миг» Автор песни Александр Сергеевич Зацевин Именно эта песня «Есть только миг» По результату голосования первого сезона шоу «Достояние республики» Всей страной признана песней-победительницей Самой любимой песней огромной страны Думал ли молодой Олег Ануфриев, что эта песня станет самой любимой песней всего нашего великого народа? Не все знают, в каком он трудном положении был, когда он записывал песню Потому что сначала снимался Даль, и Даль пел эту песню Ну, сказали, что голос у него какой-то такой хриплый, пьяный Не надо его, надо кого-то искать другого Я пригласил вот Олега Он смотрел на экран, как тот открывает рот Это было очень сложно попасть Вот он как снайпер попал И мало того, что еще попал, он же это выразительно сделался Два слова Я знаком с Александром Сергеевичем, ну, как говорят, с молодых ногтей Еще в той самой студии, в той самой комнате, на той самой несовершенной аппаратуре На которой записывал сам Александр Сергеевич Ни одну песню Итак, сегодня мы все собрались не для того, чтобы прославлять себя А для того, чтобы прославлять нашего замечательного друга Композитора Александра Сергеевича Зацепина Александр Сергеевич, дайте нам, пожалуйста, совет Как же из всех песен, которые сегодня прозвучат, выбрать одну единственную? Выбрать одну из них довольно сложно Вот даже я, когда что-то такое сочиняю Вот у меня там пять мелодий Как же лучше? Вот это, по-моему, лучше Нет, вот это Нет, вот это Ну, это сложно Но я думаю, что вот самое первое восприятие Вот человек запомнил это что-то Вот ему сразу понравилось Наверное, это самое хорошее Ну, трудно Трудно посоветовать Конечно же, голосуйте сердцем И вместе мы выберем лучшую песню Сегодня к нам в студию пришли друзья и коллеги Александра Сергеевича Зацепина Представляем гостевую ложу Народная артистка СССР Алла Пугачева Вера Ивановна Дербенева Популярная эстрадная певица Татьяна Анциферова Актриса Певица Марина Хлебникова Народная артист СССР Владимир Этуш Художественный руководитель И главный дирижер Российского государственного Симфонического оркестра кинематографии Профессор Сергей Скрипка Поэт Драматург Юрий Энтин Актер Актер Режиссер Сценарист Продюсер Игорь Угольников Кинорежиссер Александр Аравин Супруга Светлана Григорьевна Зацепина АПЛОДИС АПЛОДИС Там написано Что эта песня ужасная Петь ее советским людям нельзя Она зовет не туда и не к тому Нельзя жить мигом Надо ждать когда наступит 1980 год И мы будем жить при коммунизме Это правда Эта песня испортила жизнь Леониду Петровичу Саша что? Саша музыку написал и все И во Францию И во Францию А Дербенев вот эти ужасные слова написал И вот я хотела бы посмотреть в глаза тем журналистам Как можно в 78 году считать песню самой плохой А в 21 веке считать самой хорошей Я сейчас обращаюсь к журналистам Что есть вам добавить ко всему сказанному? Признателен конечно Олегу Анов ему за это исполнение Действительно оно знакомо нам всем И он прекрасный артист Но я думаю что вот тогда в 80-е годы Я прекрасно это помню Именно поэтому эта песня так сильно резонировала Поскольку все знали историю Дали Все знали как быстро он ушел Поэтому песня уже тогда Приобрела совершенно такой отдельный выпуклый оттенок Вот скажите Александр Сергеевич Для вас как для автора все таки В первый момент это было такой Немножко такой режущей ноты Что все таки жалко что ему удалось отстоять Ну во первых это сказал директор Судей Мосфильм Которые ему сказали что Это нельзя выпускать на экран Все или вырезаем песни Или пусть кто-то другой споет Тогда спорить с советской властью было довольно трудно Ну может это не очень удобно говорить Но Даль когда пришел записывать песни Он был просто не в форме Очень даже Где-то вот даже не музыкально было Не попадал с ритмом музыки все Хотя и теплота у него была И конечно он знал о чем он пел Сусана Альпирина российская газета Я хочу сказать что Что такое Александр Зацепин Для меня лично это вот Фамилия и либо песня цепляет либо не цепляет Так вот когда вышел Олег Анофриев сейчас У меня пошли мурашки по коже Это действительно было Спасибо Дорогие телезрители Мы обсуждали песню Александра Зацепина Есть только миг И вы уже можете голосовать за прозвучавшую песню А мы пока объясним телезрителям Как будет определяться сегодня лучшее Зрители в студии проголосуют в финале программы С помощью специальных пультов А телезрители смогут отдать свой голос Отправив смс с порядковым номером песни На номер 4446 Голоса зрителей в студии и телезрителей Будут суммированы И мы объявим победителя В начале следующей программы Или завтра на сайте 1tv.ru Наша программа началась с песни Есть только миг в исполнении Олега Анофриева Голосуйте уважаемые телезрители Сергей Сергеевич Ты знаешь, Дима, мне кажется, что Леонид Айдай Частенько сердился на Александра Зацепина Представь, снимаешь ты комедию Про средневековье И тут ни с того ни с сего тебе приносят Абсолютно серьезную современную песню про любовь И что тогда делать? Ну, как-то выкручиваться Например, как это было сделано в фильме Иван Васильевич меняет профессию Прием называется «Кино в кино» Помнишь там, где режиссер Якин, Михаил Пуговкин Снимает песню в исполнении Зины Героиней Натальи Селезева Звенит январская вьюга И ливник влечет упруга И звезды пчатся по кругу И шумят города Ну, что сказать, это даже не кино в кино Это, как сказать современным языком, клип в кино Надеемся, что тот клип, который мы будем снимать прямо сейчас Тоже станет популярным Песню звенит январская вьюга В нашем проекте исполняет группа «Геагра» Начали! Иван Васильевич С любовью встретится проблема трудная Планета вертится круглая, круглая Летит планета вдаль Сквозь сумасоку дней Нелегко, нелегко Полюбить на ней Звенит январская вьюга И ливни хлещут упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Не видят люди друг друга Проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга А потом не найдут никогда В любви еще одна задача сложная Найдешь, а вдруг она ложная, ложная Найдешь обманную Но в суматохе дней Нелегко, нелегко Разобраться в ней Звенит январская вьюга И ливни хлещут упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Не видят люди друг друга Проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга А потом не найдут никогда А где-то есть моя любовь Любовь сердечная Неповторимая Вечная, вечная Ее давно ищу Но в суматохе дней Нелегко, нелегко Повстречаться с ней Звенит январская вьюга И ливни хлещут упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Не видят люди друг друга Проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга А потом не найдут Никогда, никогда А потом не найдут Никогда Только что мы прослушали песню Звенит январская вьюга В исполнении группы «Виагра» Слушаем и голосуем Уважаемые телезрители Долгие годы Александр Сергеевич Работал вместе с Симфоническим оркестром Кинематографии И я бы хотел Обратиться К главному дирижеру Сергей Скрипка Пожалуйста Александр Сергеевич Он работает замечательно Это я сразу В качестве эпиграфа Я никогда не думал Что я буду работать Вообще в кино А тем более Александр Сергеевич Для меня это был бог Небожитель И когда я смотрел Все эти фильмы Вы знаете Может быть это И привело меня в конце концов Кинематограф И мы работали на картине За спичками Есть не только песни А есть еще и музыка Фоновая Которая должна Начаться где-то Вот в этом месте А вот в этом месте Закончится А в этом месте Должно попасть В какой-то акцент А здесь вот она Должна остановиться И это Заслуга дирижера Я могу вспомнить Как раз эту картину За спичками Более сложного На тот период В моей работе Не было эпизода Потому что там он Был огромный То ли пять То ли семь минут И там они гонялись за свиньей Боже мой что это такое Вы знаете Если бы лучше я гонялся За этой свиньей Мне было бы проще Но это попасть Под каждый удар На хвост свиньи Потом Как они вскакивают У него все это было Акцентировано в музыке Я хочу сказать что это такое время Было замечательное Мы были молодые Могли ругаться Ссориться Спорить Мы Это прежде всего Конечно Ленин Петрович Дербенев Алисан Сергеевич Зацепин И я Это была конечно Троица Компания была конечно Ух И Должна сказать что Я сейчас Просто иногда Скучаю По тем спорам Которые Возникали тогда Настоящие Вот если спросить Что такое творческий спор Это было вот тогда На студии в Зацепино Причем это все перемежалось Обедами Ужинами Понимаешь Переходящими в завтрак Ну да Да И я помню Когда я записывала Песню бубен шамана Тогда у меня еще был голос Да То есть у меня там Три октавы Четыре шамана На фальсет уходила Я пришла больная И Ленин Петрович сказал Он говорит Ничего 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 У меня есть табачок Он сказал Надо нюхнуть табачка Значит все Прочихаться Прочихаться И возьмешь Я нюхнула этого табачку Прослезилась Отсморкалась Откашилась Подошла К микрофону И действительно взяла Эту ноту Да И замолчала на полгода Ну табачок Я виноват Сделал свое дело Нет Это было Замечательное время На кухне На студии Рождался фильм Женщина которая поет Собственно из-за которого Мы поругались А поругались Из-за чего Ну он действительно Виноватая была Потому что Борис Горбонос То есть я под псевдонимом Я нахально записывался На студию Александра Сергеевича Он говорил все Кто это Так жалел этого Молодого человека Вот Я говорю он не может прийти Он не может Он обязательно я вас с ним познакомлю И все песни записала А ты так и не сказала Не сказала Секретно Нет не сказала Представляешь Если бы сказала бы То все было бы наверное хорошо Но не записала бы я эти песни А так я не сказала И он на меня очень обиделся Очень Ну это все Ну ничего Это мне урок на всю жизнь Забыли Лучше сразу сказать Что я не Алла Борисовна А Борис Алыч И все А еще я вспоминаю Когда Леонид Петрович написал Так же как все Вот я тогда сказал В моей студии Тогда Проверил стихи Я говорю ну как это так Как все как все как все как Это не вокально А ты сказал Нет это все нормально Вот Видишь все А французы потом услышали в этой песне Такси 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 Ну как ваше впечатление И заодно о песне пожалуйста Екатерина Фадеева журналист Песни Александра Сергеевича Невероятно светлые Чистые Искренние И где то даже наивные Поэтому на мой взгляд Томная сексуальность Абсолютно не вяжется С этой вашей песней Это песня о большой Чистой любви О ищущем сердце А не о гормональной недостаточности Поэтому на мой взгляд Эта песня не из репертуара Группы Виагра А песня великолепная Прекрасная И очень нам нравится Мне кажется Группа Виагра Вяжется со всем Всегда В мое мнение Спасибо Сусанна Алиперина Российская газета Во-первых По поводу исполнения Мне кажется Что сексуальность Не портила еще никогда Ни одну песню У меня вопрос К Александру Сергеевичу Александр Сергеевич Мне так интересно Какое вы сегодня Смотрите кино Довольно редко Я смотрю кино Если это интересно Здорово сделано То Любое Пересматриваете фильмы Гайдая Ну Я специально не пересматриваю Это как его Иногда дают по телевидению Тут уже выбора не остается Ну уж приходится смотреть А потом смотришь с удовольствием Вроде вспоминаешь Как это все было Уважаемые телезрители Голосуйте за любимую песню И все вместе Мы выберем Лучшую Лучшую Юрий Александрович А как вы считаете А может композитор Обманывать Помните песню Разговор со счастьем Естественно Иван Васильевич Меняет профессию Совершенно верно Вот-вот помните Какое там было мощное вступление На балалайках И что? А то Что балалайк на Руси Во времена Ивана Грозного Не было Я тебе больше скажу Во время съемок фильма В 1973 году Было всего две студии Которые могли записать музыку С такой скоростью С которой звучали в фильме Но Александр Сергеевич Записал музыку На нужной скорости У себя дома Нормальный музыкант На такой скорости Который хотел Зацепен Ни сыграть, ни спеть Просто не мог Как здорово, что сегодня У нас в студии Ненормальный музыкант А Николай Басков Он-то сможет спеть На любой скорости Разговор со счастьем Слушаем Голосуем Аплодисмент Аплодисмент Счастье Вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет. Осень моросила столько лет. Столько лет, где тебя носило. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне до встречи этой. Тот, кто ждет, все снесет. Как бы жизнь ни била, Лишь бы все, это все, Не напрасно было. Тот, кто ждет, все снесет. Крикнула дверь Все, нет, я Наслала теперь Столько лет я Борю с тобой Родим с этой встречи с тобой Но вся где-то Улица моя Знаю, это было не зря Все на свете Было не зря Не напрасно было Крикнула дверь Все, не ясно, стало теперь Столько лет я Борю с тобой Родим с этой встречи с тобой Но вся где-то Улица моя Знаю, это было не зря Все на свете Было не зря Не напрасно было Народный артист России Николай Басков И государственный Академический Рязанский Русский народный хор Имени Евгения Попова Вы знаете Сегодня, мне кажется Самый тяжелый выбор Стоит перед народом Перед студией Перед гостями Александр Сергеевич То, что вы гениальны То, что вы уже легенда То, что вы создали столько хитов Которые вообще невозможно разобраться Вообще за что голосовать Я предлагаю Общим пакетом Проголосовать за Зацепина А если придется выбирать Тогда Выбирайте среди артистов Да Пожалуй, одно из самых Запоминающихся выступлений Сегодняшнего вечера Давайте перейдем к обсуждению Перед этим напомним телезрителям О том, что Это была песня Разговор со счастьем Голосуйте Если это ваша любимая песня Я хотел обратиться К Владимиру Абрамовичу Скажите Вот вы Столько работали И с Гайда И с Александром Сергеевичем Не жалейте, что Ни в одном фильме Вам не удалось Спеть какую-нибудь песню Я сейчас хочу спеть Давайте Спасибо Я пошутил Я хочу сказать Что Вот эти фильмы Гайдая Это Совместное творчество И Александр Сергеевич Здесь такой же Участник И автор Этих фильмов И неизвестно еще Как это Можно разложить Без этих песен Эти фильмы Не могли бы существовать В таком виде Как они существуют Ведь как было Замечательные режиссеры Ром Герасимов Ну и так далее И Гайдай был В общем Скромным Участником Этого Фестиваля Режиссерского И вот сейчас Их нет А Гайдаевские Фильмы Идут И это Заслуга Заслуга Не только Гайдая А это заслуга Всего ансамбля Который Участвовал В этих Фильмах И в первую Очередь Ну или во вторую Я не знаю Я не хочу Раздавать их Номеров Но это Александр Сергеевич Спасибо вам Спасибо вам Кстати Вот Пиджак Замши Вы нашлись Партигары Все нормально На месте Обокрали Вы же знаете Я был свидетелем Этого Неоднократно Действительно Просто Гайдая Задавал вопросы Он ждал Чтобы ему Что-то подсказали И внимательно Прислушивался Это было Со-творчество Но Я Посчитал Что Где-то На мой взгляд 30% Мелодий Которые звучат Из всех ресторанов Написаны Александром Сергеевичем Я считаю Что это Выдающиеся Успех Это показатель Популярности Но Мне кажется Их популярность Все-таки Еще и от того Что это были Настолько Тщательные записи Это было Так интересно Так Добивалось Качества За пультом Сидел Маэстро наш Вот Он же И давал Режиссерские указания Но разрешалось И разным людям Вступать И подсказывать Что-то Это было Интереснейшее Сотворчество И поэтому Огромная Заслуга И счастье Я считаю Александра Сергеевича Что Эти песни Живут Спокойно Сейчас Потому что Много Великих Песен Тогдашних Которые Все пели Вот Забыли Скажите А какие вопросы Задавал Гайдай Когда Ставил Задачу Написать Непосредственно Эту песню У него Всегда была Одна фраза Которая Он говорил Мне нужна Песня Которая Будет Петь Народ А то Что По радио Меня Это Мало Волнует Мне Чтоб Народ Пел Ну Это В общем Было Трудно Я Всегда Страхно Волновался Получится Или Не Получится Давайте Обратимся К журналистам Вообще Как По вашему Хорошо Ли То Что Эта Песня Действительно Звучала Из каждого Радиоприемника Из каждого Телевизора Екатерина Фадеева Журналист Я Считаю Что Эта Песня Это Настоящий Танцевальный Хит На все Времена В Этой Песне Нашли Отражение Такие Национальные Черты Как Безудержность Задор Кураж Сдобренный Фольклорным Колоритом Я считаю Что Это Необыкновенная Песня О любви И она Будет Еще Долгие Годы Звучать И радовать Нас Спасибо Огромное Пожалуйста Вадим Пономарев Низмезик Точка Ру Я Хотел Отметь Что Эта Песня Ну Еще Маруся Наверное Они Отчаянно Обращаются Минорные И они Все Такие Протяжные Талант Зацепина Состоит В этой ситуации В том Что он Сделал Из этого Веселую Радужную Совершенно Корневую Песню Все Песни Зацепина Мне кажется Все Русские Народные Они Уже Стали Русскими Народными Но Вот Именно Здесь Обращение К корням Оно Удивительное Фантастически Красивое Спасибо Вам Поступил С Александром Сергеевичем Да что там Говорить Голову Отрезда И все С вами Достояние Республики Александр Зацепин Мы Говорили о песне Разговор Со счастьем И вы Уважаемые телезрители Можете проголосовать За нее Прямо сейчас Сергей Сергеевич Прошу Вот какой Уникальный Документ Я нашел На Мосфильме Правда Порванный Но Документ Уникальный Интересно Можно я посмотрю Александр Художному руководителю Киностудии Мосфильм Пыреву Ивану Александровичу От Зацепина А.С Так Интересно Заявление Прошу Снять меня С должности Композитора Композитора Художественного фильма Кавказская пленница Я не понял Как? Леониду Гайдаеву Категорически Не нравилась Песня Про медведя И буквально Вся съемочная группа Вместе с Вицыным Никулиным Маргуновым Уговорила его Оставить песню Судя по тому Что у меня в руках Обрывки Справедливость все-таки Восторжествовала Извинения были Принесены Конфликт Исчерпан А песня Стала Украшением Фильма Ну а в нашем проекте Песенку о медведях Исполняют Наталья Варлей И Виктория Дайнека Слушаем И голосуем Где-то на белом свете Там, где всегда мороз Трутся спиной медведи А земную ось Мимо плывут столетия Спят подо льдом моря Трутся ось медведи Вертится земля Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Чтобы влюбленным раньше встретиться пришло, Чтобы однажды утром, раньше на год или два, Кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Свет за весенним ливнем Раньше придет рассвет И для твоих счастливых Много-много лет Будут циркать зорницы Будут ручьи звенеть Будет туман клубиться Белый, как медведь Где-то на белом свете Там, где всегда мороз Трутся спиной медведи А земную ось Мимо плывут столетия Спят подо льдом моря Трутся обось медведи Вертится земля Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Только что мы послушали песенку о медведях в исполнении Натальи Варлей и Виктории Дайнека. Уважаемые телезрители, не забывайте голосовать. Ну, а мы перейдем к обсуждению этой песни. Мне бы хотелось обратиться к коллегу Ануфрию. Танцевали вы твист? Лет 50 тому назад. Именно под эту мелодию? Не исключено. А какие-то еще песни нравятся, те, которые вы поете или хотели бы спеть Александра Зацепина? Все. Все? Все буквально. Вы знаете, что каждый раз возникает ощущение, что все эти песни я пел. Я пел тоже так же, как, я не знаю, как все исполнители, исключая, может быть, женские. Хотя вряд ли. Но каждая песня мне очень дорога. Так же, как, впрочем, и... И солнце всходило, и радуга цвела, Все было, все было, все было, и любовь была. Ну и хватит. И все-таки такой вопрос. Вот из этих песен, которые звучали сегодня. Какая песня все-таки самая родная, самая любимая? Не провоцируй меня. Я отвечу очень просто. Есть у православного христианина молитва. Отче наш. Каждый уважающий себя христианин должен знать ее наизусть. Каждый исполнитель на эстраде, сегодняшний, вчерашний, завтрашний, должен знать песню-притчу, песню-гимн времени, написанную Александром Сергеевичем и Леней «Есть только миг». Это не слова, братцы. Это молитва. Наташа. Конечно, для тебя эта песня сыграла огромную роль в твоей жизни. Не только песня для меня. Этот фильм сыграл. Это не первая была роль, но этот был фильм, благодаря которому я стала Натальей Варлей, которую знают. Потому что, если бы не эта картина, может быть совершенно по-другому, вернее, не может быть, а точно, совершенно по-другому сложилась бы моя судьба. И эта песня со мной идет через всю мою жизнь. Несмотря на то, что я пишу стихи и записано много песен на мои стихи, тем не менее, когда я выступаю в концерте, без песни про медведя меня никто не отпускает. И я считаю эту песню своей, потому что, когда мы начинали снимать этот эпизод, Леонидович Гайдай на записи перепробовал очень много певиц. Там была и Нина Бродская, я не помню, кто еще, но было очень много разных-разных певиц. И потом он говорит, ну, Наталья, а теперь ты пойди спой. Я пошла спела, и Леонидович сказал, да, будешь петь в картине. И эпизод мы сняли под мой вокал. А потом так сложилось, что вот Александр Сергеевич посоветовал Леонидовичу Аиду Ведищеву. Она, конечно, поет, наверное, вокально лучше, но я считаю, что вот для этого эпизода можно было бы обойтись и моим вокалом. В детстве на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную лозь. Мимо плывут столетия, спят подо льду моря, трутся обозь медведи, вертится земля. А как сложился дуэт, Виктория? Это, конечно, огромная честь, потому что я, будучи маленькой девочкой, очень любила фильм «Кавказская пленница». Это, конечно, неправильно то, что я не так знаю много русской музыки, но слова этой песни я знала наизусть, потому что это то, что воспитывается с тобой вместе, и поэтому для меня, правда, огромная честь сегодня петь с вами. Спасибо. Предлагаю обратиться сейчас к журналистам. Журнал «Хеллоу» Максим Андреянов. Дуэт замечательный, песни потрясающие. Здесь нужно отметить, что у Александра Сергеевича замечательно получаются как лирические песни, так и вот такие веселые, быстрые. Ведь обычно композитор выбирает что-то одно, что ему ближе, и работает в этом русле, а здесь просто нечто потрясающее. Всесторонний талант. Да. Иначе и не скажешь. Дорогие телезрители, голосуйте за полюбившуюся вам песню, а мы идем дальше. Сергей Сергеевич. Юрий Александрович, зачем этот дикий маскарад? Вы подставили меня, поставили в дурацкое положение. Я рисковал, нарушал закон, черт побери. Ну, поверь мне, мой друг, ты страдал не напрасно. Сейчас ты в этом убедишься. Оп, сняли гипс. А где? Где золото? Где бриллианты? Дима, ты не представляешь, какая это ценность, какое это богатство. Просто я хотел тебе наглядно показать один из вариантов того, как должен был поступать музыкант, который решил в Советском Союзе построить первую профессиональную студию звукозаписи. Неужели кто-то это сделал на самом деле? Да, Дима. Александр Зацепин. И раз уж мы историю с контрабандистами вспомнили, то давай послушаем песню из кинофильма «Бриллиантовая рука». Конечно же, песню «Остров невезения» ее исполнит Валерий Сюткин. Слушаем и голосуем. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, не горит. На лицо ужасный, добрый внутри. На лицо ужасный, добрый внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельниках мама родила. Видно в понедельниках мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос Плачут Богу молятся, не жалея слез Плачут Богу молятся, не жалея слез Крокодил не ловится, не растет кокос Вроде не бездельники и могли бы жить Им бы понедельники взять и отменить Им бы понедельники взять и отменить Вроде не бездельники и могли бы жить Как назло на острове меня календаря Ребятня и взрослые пропадают зря На проклятом острове нет календаря От данного случая с ночи до зари Плачут невезучие люди не гори И рыдают бедные, и клянут беду В день какой неведома, в никаком году Шабала-па-пам-бала-бам Бабала-бабала-бабала-бабала Ел в печал Миры дают бедные, и клянут беду В день какой неведома, в никаком году Только что прозвучала песня «Остров невезения» И за эту песню, конечно же, уже сейчас можно голосовать Если это ваша любимая песня Арсан Сергеевич Ну что я могу сказать Мне эта песня еще и чем интересна Потому что практически 99% моих песен Написаны сначала музыка, а потом стихи А эта песня, это мне Леня Дербенев когда пришел Говорит, слушай, вот я тебе песню принесу Покажи Гайдаю, может ему понравится Я почитал, мне очень понравится Этот текст сразу, я вот увидел этот образ Вот всю эту страну, эту конституцию и так далее И у меня как-то сразу же получилась мелодия Я поехал к Гайдаю, записал ее, конечно, на магнитофон Показал ему, о, песня мне нравится, хорошая Но мне же нет метража, куда я вставлю? Я говорю, ну вот Леня, там у тебя на пароходе Никулин с Мироновым что-то там говорят Ну вот, вставь там песню Он так и сделал Вот песня была Первый раз картину «Бриллиантовой рука» Я смотрел во дворце спорта в Лужнике Была такая форма Премьера была вот не в кинотеатрах, а во дворце спорта Потому что ждали после операции и «Кавказской пленницы» новый фильм Леонида Гайдая И я хочу вам сказать, что все мы, люди, перепевающие эту песню Только выходим на сцену, чтобы напомнить, как это блистательно делал Андрей Миронов Разделить эту песню с гениальным абсолютно исполнением Андрея Миронова просто нельзя Это только напоминание, ни в коей мере не перетягивание Какое-то соревнование Соревноваться с этим бесполезно Для меня все песни, написанные маэстро этим мастером, они чрезвычайно легкие, интеллигентные И, вы знаете, такая художественная джазовая искра идет от этого всего, что вызывает только восхищение Поэтому для меня большая честь и удовольствие участвовать в этой программе, выразить восторг Валерий, помогите мне разобраться, пожалуйста Дело в том, что у моего дедушки был когда-то бобинный магнитофон, и эта песня была записана И я перематывал тысячи раз, пытался понять речитатив Миронова, что он там произносит И дальше выходит на слово-саксофон Вот би, что би, что би, или не важно что Бичелл Давайте обратимся к журналистам, критикам, которые сидят на противоположной стороне Кто из вас родился в понедельник? Аргументы и факты, Владимир Полупанов Да, действительно, я родился в понедельник, хочу вам сказать, но я с этим как-то живу В этой песне, как правильно Валера сказал, есть такое озорство, есть такая молодость, есть такая ирония В общем, я хочу сказать, что я за все песни готов голосовать, но мне кажется, что это должна победить Еще и потому, что ее блистательно исполнил Валера Сюткин, который все, что делает, делает очень достойно Лена Бородина, Русская радио Андрей Миронов, это мой любимый актер с детства И действительно, как Валера Сюткин правильно сказал, сложно подражать или там, пытаться перепеть или что-то переделать Но у Сюткина и у Миронова есть та доля интеллигентности, которая должна быть в этой песне, несмотря на ее раздолбайство Спасибо большое, мне очень понравилось, здорово Мне кажется, еще у исполнителя должна быть отличная хореографическая подготовка Валерий, браво! Я начинал, как неплохой танцор, да Дорогие телезрители, мы обсуждали песню «Остров невезения» Вы можете отдать свой голос этой песне прямо сейчас Сергей Сергеевич! Первый советский мюзикл был снят на музыку Зацепина Назывался он «31 июня» Какое июня? 31 июня? Да Ну так это не просто мюзикл, это круче, это мюзикл в жанре фэнтези И сейчас прозвучит одна из песен этого мюзикла «Ищу тебя» исполняет Наталья Подольская Слушаем и голосуем «Ищу тебя» «Ищу тебя» «Ищу тебя» Всегда быть рядом не могут люди, Всегда быть вместе не могут люди, Нельзя любви земной любви Пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим, Скажи, зачем мы друг друга любим, Считая дни, сжигая сердца. Людей все время мы ждем как чудо, Одной, единственной ждем как чудо, Хотя должна, она должна гореть без следов. Скажи, узнать мы могли откуда, Узнать при встрече могли откуда, Что ты моя, а я твоя любовь и судьба. Скажи, насколько пришлось скитаться Среди туманных миров скитаться За тем, чтобы с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, Опять прикажет судьба расстаться, При свете звезд до края земли. Исчезть разлук во вселенной этой, Исчезть потерь во вселенной этой, А вновь найти любовь найти Всегда нелегко. И все ж тебя я ищу по свету, Опять тебя я ищу по свету, Ищу тебя Среди чужих Пространственников. Исчезть Исчезть Мы друг друга любим Считай огни Сжигая сердца Любви Все время мы ждем Как чудо Одной единственной Ждем как чудо Хотя должна Она должна Скорее Весвидеть Скажи Мы сможем узнать откуда Отверт Мы сможем узнать откуда Что ты моя А я твоя Любовь и тульварь Спасибо Дорогие друзья Уважаемые телезрители Не забывайте голосовать За песню Которую вы только что Услышали Ищу тебя Я хочу Обратиться К Танюше Татьяна Ты первая Исполнительница Ну вы знаете В 78 году Когда я записывала Эту песню Мне было 23 года И у меня И у меня Представилась Такая возможность Сделать рождение Какого-то стиля Определенного Прочитав сценарий Я решила Что яка Спою вот так Может быть Я ошибалась Может быть Это на тот Период Было мое Такое наивное Видение музыки А как получилось Но благодаря Музыке Зацепина И Фильму 31 июня Эта песня Живет уже 33 года Алла Хотелось бы Услышать Твое мнение Шикарная музыка К фильму И фильм По тем временам Был просто Авангардный Обалденный Он до сих пор Смотрится современно И слушается Современно очень И Мне просто радостно Что эти песни Живут Я думаю Что пройдут годы И они все равно Будут песни Жить Потому что они Хорошие песни С хорошими словами С хорошим исполнением Хорошая музыка То есть Такие песни Живут долго И дай бог Это прежде всего Бессмертие авторов Эту мелодию До фильма У меня была Эта мелодия уже И я Аля показывал Помнишь Я тебе показывал Та-рам-та-ра-ра-ра-ра Ты сейчас сказал Ну хорошая мелодия А дальше у меня Не было продолжения Какого-то Ну потом так Она куда-то Ну чего сейчас Уже ворошить Что ворошить Ничего Уже все пройдено Ну пела я тоже Эти песни Но мы потом Разругались Он говорит Забираю Я говорю Ну и бери Ну показывал Ну короче Жизнь она Есть жизнь Творческая Мы дружим И дружим До сих пор И Не важно Главное что Песня жива Он жив здоров Красивый Молодой Замечательный И все Счастливы Владимир Абрамович Вы так много Встречались Работали С Александром Сергеевичем Я ему пел Когда он просил Так А сейчас мы Александр Сергеевич А можно попросить Владимира Абрамовича Сейчас петь И Владимир Абрамович Проходил Мимо дома Где я жил Он в театре Вахтангово И мы виделись там И он пел Мне конечно И я ему Да А что именно Владимир Абрамович Вставай Прократим За клемен Так Вот автор Да А нет Я ошибся Да Нет Другие песни Какие песни Владимир Абрамович Ну Как это Та-да-да-да Та-да-там Та-да-да-та-там Та-да-да-да-та-там Та-да-да-там Обратимся к более критически настроенным нашим зрителям К журналистам я имею ввиду Журнал Hello Максим Андреянов Эта песня конечно подарок для любого исполнителя Тут ничего не скажешь И фильм этот показывают каждый год и по нескольку раз Когда я смотрел его последний раз Я обратил внимание на год выхода И сопоставил те факты Что в фильме ровесники В них музыка звучит совершенно иначе Там допустим ударные Вообще в кашу в какую-то смешиваются Там половина не слышно инструментов В этом же фильме огромное количество электронного звучания И для тех времен это было конечно нечто потрясающее Я хочу спросить у Александра Сергеевича Откуда эта любовь к электронному звучанию? Во-первых что-то новое я всегда старался находить Так как не было компьютеров То я какие-то там находил звуки Даже вот линейка обычная деревянная Держишь рукой И получается бас Там колокольчик в Одессе покупал Его в 8 раз медленнее поставил Это колокол у Гайдая в операции И там звучал А электроника Ну я искал что возможное Но тогда ничего не было Но появилась какая-то юность Орган такой скрипучий Электроорган делали в Муроме Мне его сделали там как-то особо И был более-менее интересный тембр Потом я сам создал инструмент Я назвал его оркестрола Александр Сергеевич А вы слушаете электронную музыку? Вот сегодня Армин Ван Бюрен вам знаком? Ну слушайте особенно Я вообще мало какую музыку слушаю Потому что когда работаешь В общем-то я привык работать много И потом уже музыку просто не воспринимаешь Но иногда конечно можно что-то и послушать Вот у нас дом композиторов У нас ресторан был в композиторском доме Никакой музыки не было Никогда Не дай бы, чтобы была музыка Композиторы были категорически против Алена Бородина, Русское радио По поводу исполнения Наташа, извини Мне кажется ты вышла и прокричала эту песню А у Татьяны Анциферовой там боль Ты не могла скрыть в глазах то счастье От того, что ты счастлива У тебя есть в жизни любовь Все мы об этом знаем прекрасно И ты улыбалась А эта песня должна исполняться С неким трагизмом и надрывом Вот ты вышла и не смогла передать То, что было в оригинале Татьяна, это было божественно Есть всегда первый исполнитель И он всегда лучше всех И никто никогда не может его переплюнуть Не всегда, Наташа И слава, ну я так думаю И слава Богу И я не могла бы повторить то, что когда-то сделала Татьяна Анциферова Спасибо В этой песне Михаил, ну а что же вы добавите к нашей беседе? У меня к Александру Сергеевичу другой вопрос Вот смотрите, вот так получается У вас действительно очень удачно Вся происходила история с кино Для вас, как для композиторов Когда-нибудь имело значение? И было ли важно найти все-таки Своего исполнителя Который мог бы Именно в концертном варианте Исполнять ваши произведения Вот так же емко, доходчиво Ну не знаю, там Но гипотетически приходит в голову Допустим, вот свою долиду Допустим, найти То есть столь же драматичную певицу Которая могла бы все это выражать Именно на сцене Во-первых, это Я работал для кино Значит, задача была Одна Чтобы для фильма это сделать А не для концертного Исполнения Потому что Это уже Второе Можно было делать другую аранжировку Исполнителя правильно другого искать Под него все это делать Это что ты спрашиваешь вообще? Ну кто бы спрашивал? Ты прекрасно знаешь Волшебник, сколько лет я пела До свидания лета, сколько лет пела Вообще Многие песни, которые я записывала Для кино Они потом Долгие годы Сопровождали меня На сцене И имели огромный успех Ну что говорить А у Борисовны Так вы-то ушли от композитора А у него других Собственных артистов Не осталось после этого Он так и не нашел Другого артиста Мы все его артисты Но вы ушли Куда я ушла? От него Почему от него я ушла? Потому что поругались Господи, мы разругались На какое-то время Ну это уже все было давно В прошлом веке Никуда я не ушла, да В прошлом веке это было Сейчас уже Мы вечером поругались Утром помирились Да Ушла Слава Богу А вы хотели добавить? Я абсолютно не согласна Потому что Я в своем репертуаре имею песню Которая прожила со мной Гастрольную жизнь И проехала со мной От Калининграда до Владивостока И она гораздо моложе, чем песни с кинофильмов Она любима всей России Это песня «Дожди», «Косые дожди» Она самостоятельное, независимое произведение Мариночка, это единственная песня, Александр Сергеевич? В моем репертуаре это не единственная песня Их несколько И одна песня находится в работе Дорогие телезрители Мы обсуждали песню «Ищу тебя» Голосуйте, если это ваша любимая песня Сергей Сергеевич Как ты думаешь, что это такое? Я считаю, что это обыкновенная старинная электробритва В 1968 году, когда на экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука» Такими бритвами пользовалась вся страна Вот слушай Вот это жужжание по утрам звучало из каждой квартиры В каждом вагоне поезда В гостиничных номерах Но благодаря такой бритве на свет появился шлягер Дело в том, что Александру Сергеевичу никак не приходила в голову мелодия одной песни И однажды, бреясь В жужжании Он расслышал рефрен И так родилась песня про зайцев Песню про зайцев в нашем проекте Исполняет Харанько-оркестр Пожалуйста, слушайте Пожалуйста, голосуйте Песня Песня Темно-синям лесу Где трепещут осины Лес лубов колдунов Облетает листва На поляне траву Зайцы полочко сили И при этом напевали странные слова Оно все равно Оно все равно Пусть боимся мы полка и сову Дело есть у нас Самый жуткий час Мы волшебную косим трын-там А дубы колдуны Что-то шепчет в тумане У поганых болот Чи-то телев встает Косят зайцы траву Трынь траву на поляне И от страха все быстрее Песенку поют Оно все равно Оно все равно Пусть боимся мы полка и сову Дело есть у нас Самый жуткий час Мы волшебную косим трын-там А нам все равно Оно все равно Твердо верим мы в древнюю молву Храбрым станет тот Кто три раза в год Самый жуткий час Косят трын-там Оно все равно Оно все равно Станем мы храбрее Их отважнее льва Пусть стоим хоть раз Самый жуткий час Че нам по стенам Ду-ду-трейн-там Александр Сергеевич А ведь именно эта мелодия и появилась на свет благодаря электробритве Припев появился А нам все равно Вот это вот То есть у меня запев был до этого написан И был какой-то припев И я показывал Гайдаю Гайдаю Да ничего Припев Но поищи еще Поищи еще И у меня там раз Два Три варианта Делал Ну никак Ни в какую То есть я где-то уже подкожно все время думал Думал об этом И вот утром должен был к нему поехать Взял бритву Бриться Просто брею Вдруг вот мелодия возникла Побежал Записал на рояле на магнитофон Гайдаю Он говорит О то что вот надо как раз Но это совпадение Совпадение вы считаете? Конечно Но я же об этом думал Это не просто так Я взял бритву и написал Но это какая-то счастливая бритва вероятно Счастливая бритва А с тех пор она приносила вам удачу? Ничего Все равно брился Пока она не перегорела Дмитрий Песня скорее страшная или скорее веселая? Ну конечно это сказочка А это сказка Сказка не может быть совсем страшной Ну почему нет? Ну мы пугаем Но все равно потом говорят Да это сказка И ребенок И засыпает Это сказка Песня была страшная для советской власти Потому что там что-то кто-то у поганых болот И потом косят траву И боятся Чего боятся-то? Это только счастливый случай Что Брежнев посмотрел этот фильм Он позвонил где-то в пятницу Сказал Дайте мне какой-нибудь веселый фильм посмотреть Ему дали вот этот фильм Он там хохотал Говорит Несколько раз это смотрел В понедельник позвонил Выпускайте скорее на экран Вот так Повезло А то бы вы все Песни вырезали Чесанна Прошу вас Ну я думаю Что если бы это видел Юрий Никулин Он бы Дмитрий вас пригласил В свой цирк Это точно Я так и подумал О том что Клоун продолжает Дело клоуна Если проанализировать Вот многие веселые песни Этого великолепного дуэта Зацепин-Дербенев То видно Что в них действительно Очень много абсурда В текстах И в музыке Здесь и медведи И дубы-колдуны Те же самые И много И какие-то странные Тузенцы Островитяне Дело в том что Жизнь была настолько Насколько я даже вспоминаю Абсурдно В советском обществе Что эти песни Они подсознательно входили Тем что Этот абсурд Как бы высмеивали Но в этой связи Мне интересна Вот такая вещь И опять как бы К интернациональной теме Скажите А вообще как вам кажется У шлягера У него есть национальность И если есть То что самое важное Для российского Национального шлягера Мелодия должна быть Такая яркая Которая должна запоминать Стихи Которые должны быть Исполнитель Оркестр И запись хорошая Такая Тогда это шлягер Из иностранной Часто были песни Раньше Итальянские Или какие-то Люди слов не знали Но напевали эти мелодии Значит мелодии были яркие А не общий доступ Интернациональный Народная артистка России Наталья Селезнева Я ворвалась сюда Как тайфун Потому что только что Отыграла спектакль В театре На 1300 зрителей Не приехать к Саше Это было нереально Потому что Саша Это человек Той команды Которая воспитала Меня И актеров О которых вы здесь говорили Благодаря Гайдаю Мы действительно стали Не просто Товарищами по работе Мы стали семьей А это Сегодня Наверное Самое главное Дай я тебя поцелую Спасибо Садись Сашка Спасибо что ты есть Спасибо тебе за твою скромность Потому что скромность Она украшает Такой могучий талант Который у Зацепина Вы говорите о популярности Вы говорите о том Что поют песни И что нужно сделать Чтобы твою песню полюбили Она должна быть талантливой И первая примета Когда песню поет вся страна Значит композитор состоялся Значит произведение получилось Вот Пример там у Зацепин Дай бог тебе только одного Здоровья Уважаемые телезрители Мы сейчас говорили о песне Про зайцев И если это ваша любимая песня Голосуйте пожалуйста Песни Зацепина В каком бы фильме они ни прозвучали Помнят и любят все И сейчас в нашей программе Прозвучит одна из Любимейших народом песен Александра Зацепина Куда уходит детство Исполняет Алсу Куда уходит детство В какие города И где найти нам средства Чтоб вновь попасть туда Оно уйдет не слышно Пока весь город сбит И писем ненавидит И вряд ли позвонит И зимой и летом Небывалых ждать чудес Будет детство где-то Но не здесь И в субровах белых И по лужам у ручья Будет кто-то бегать Но не я И там уходит детство Куда ушло оно Наверно в край чудесный Где каждый день кино Где так же ночью синей Слывится лунный свет Но нам с тобой отныне Туда дороги нет И зимой и летом Небывалых ждать чудес Будет детство где-то Но не здесь И в субровах белых И по лужам у ручья Будет кто-то бегать Но не я Но не я Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! 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 Спасибо большое! Прозвучала песня «Куда уходит детство» в исполнении Алсу Голосуйте, дорогие телезрители! У меня сложилось ощущение, ты очень уютно себя чувствовала в этой песне! Ну, это правда! Я исполняю её сегодня впервые в жизни, но мечтала об этом всю жизнь, с детства! Мне кажется, вот мы, молодое поколение, обязаны эти песни замечательные, которые действительно, они вечные, которых сегодня мало, согласитесь! Мы обязаны сделать так, чтобы дети, наши дети, наше будущее поколение любило и знало эти песни! Это мой долг, я сделаю всё для этого! Наташа Селезнёв, а вот ты бы хотела бы спеть, или старалась показаться, Александр Сергеевич, попробоваться, чтобы тебя увидели поющей актрисой! Я поняла! Ты знаешь, вообще вот стараться нельзя! Нельзя стараться понравиться мужчине! Нельзя стараться понравиться композитору, режиссёру! Это всегда работает против артиста! Нужно быть самим собой! А я сделала роковую ошибку! Когда я пришла в студию, на поварскую, и мне предложили спеть песню из Ивана Васильевича «Любую встретиться, проблема трудная!» И вот я говорю, я так старалась, что голос у меня пропал, петь я стала между нот, сначала округлились глаза у Зацепина, как у супермузыкального человека, потом у Гайдая, а потом я поняла, что я абсолютно провалилась, и что нужно заниматься своим делом! Нужно достойно сыграть свою роль! Я постаралась это сделать! Мне кажется, что получилось! Пожалуйста, журналистские мнения о прозвучавшей песне! Екатерина Фадеева, журналист! Я не могу не прокомментировать эту песню, потому что каждый раз, когда я её слышу, у меня буквально наворачиваются слёзы на глазах! Сейчас едва удержалась! Эта песня стоит для меня в одном ряду с такими культовыми песнями нашей эстрады, как «Чистые пруды» с потрясающими стихами Леонида Фадеева, и с песней Максима Данаевского «Всё пройдёт!» Мне кажется, эти песни мы поём с детства, а понимаем с возрастом! Спасибо! Удивительно, как авторам этих песен удалось сформулировать главную печаль каждого из нас! И я очень рада, что Алсу исполнила эту песню! Она очень пронзительна и прекрасно это сделала! Спасибо вам большое! Спасибо вам большое за единственные слова! Присоединяйтесь! Что скажете? Вадим Пономарёв, newsmusic.ru Вы знаете, Александр Зацепин для меня представитель всё-таки эдакой западнической такой династии советских композиторов, российских композиторов, которые фирмачи вот в хорошем слове было раньше такое слово фирмачи! У меня есть такая версия, что очень многие песни у вас родились под настроение в атмосфере французского шансона! Так это? Я ошибаюсь, нет? Я не знаю, потому что в то время, когда я работал, французский шансон мне не был близок! Я учился ещё в музыкальной школе, и всё! И для меня это был интересный джаз! Американский джаз, там, вот, Армстронг, все только-только угодно! Только когда уже к нам приезжал и в Монтан, вот, я слышал, так что вряд ли у меня связь с этим. Может быть, это так напоминает это что-то, но... А с вами, дорогие друзья, достояние нашей республики Александр Зацепин! Вы обсуждали песню «Куда уходит детство» в исполнении Алсу! Продолжайте голосовать! Сергей Сергеевич, пожалуйста! Картину Гайдая Иван Васильевич меняет профессию, помнят все! Меня терзают смутные сомнения! Точно такой же пиджак я видел у нашего заседа доктора Шпака, между прочим! Что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нет, и цветы не растут! Дима, где ты его взял? Это же пиджак Шпака! Я вынужден сообщить в милицию! Я просто не могу допустить, чтобы мой юный коллега скатился по наклонной... Милиция! Какая милиция? Какая милиция, Александр? Мы много милиции, целый хор МВД! Песня «Маруся»! Слушаем и голосуем! Песня «Маруся»! Кап-кап-кап 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 От счастья слезы ее, как ушли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают слезы на копье. Кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Только что мы прослушали песню Маруся. Вы можете отдать свой голос именно этой песне. Звоните, голосуйте, отправляйте смс. Что для вас прозвучавшая песня? Для меня, как раньше всегда, эта песня была просто интересна в творчестве зацепенной. Потому что, скажите, в песне звучит несколько цитат. То есть вы, в принципе, как бы, что называется, шалили, исполняя эту песню. И одновременно пытались сделать некую стилизацию. Насколько вот во всей этой работе здесь было вашей инициативы много? И насколько все-таки то, о чем вас просили, что у вас заказывали, скажем так? То есть насколько она долго дорабатывалась, эта песня? Извините, пожалуйста, Миша, а в чем шалость-то была? Объясни. Ну, там было все. От марша футбольного блантера до еще ряда цитат, которые просто звучат в рамках этой композиции. Там была кукушка. Весь фильм, он в таком, ну, эксцентрика. И музыка тоже должна быть. Если просто делать академическую музыку или симфонический оркестр, она не будет вязаться с изображением. Вопрос к Виктору Петровичу. Вы исполняли ее где-нибудь на параде, как в строевую песню? Безусловно, исполняли с большим удовольствием, потому что в них какой-то есть такой стержень, какая-то озорная такая струнка, которая заставляет вот всех артистов. Я никогда их не настраиваю вообще, чтобы они там улыбались. Они невольно заражаются вот и содержанием, и самое главное, вот этой музыкой, которая заложена вот в этой песне. Так что она живет в сердцах солдат. Вот такие марши захватывают только мужчин или, может быть, женщин тоже? Наташа. Ну, я считаю, что эта песня, говоря таким, знаете, вот бытовым языком, она нетленка. То есть не стлеет никогда. Саш, ты создал шедевр. Ну, прости меня, может быть, за нескромность. Мы говорили о песне «Маруся». Голосуйте, если это ваша любимая песня Александра Сергеевича Зацепина. Сергей Сергеевич! «Маруся»! Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Александрович, я слышал, что когда Зацепин уехал на Запад, его исключили из Союза композиторов. К сожалению, да. Из Союза исключить можно, а из сердец слушателей не исключишь. А у нас в программе еще одна песня Александра Сергеевича Зацепина из репертуара Аллы Пугачевой. До свидания, лето. Исполняет Кристина Арбакайте. Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Яркая, веселая, зеленая. До свидания, лето. До свидания. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, А любовь прошла стороной. Не вернешь обратно ночи звездные. И опять напрасно сердце вспомнила. Все, что это лето обещало мне. Обещало мне, да не исполнила. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, А любовь прошла стороной. Было близко счастье, было около. Да его окликнуть не успела я. С каждым днем все больше небо хмурится. С каждым днем все ближе, в юге белые. Там, где мне в ладони звезды подали, Мокрая листва грустит на дереве. До свидания, лето, до свидания. На тебя напрасно я надеялась. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретилась с печалью, А любовь прошла стороной. Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. До свидания, лето, до свидания. До свидания, лето До свидания Прозвучала песня «До свидания, лето» Алла, пожалуйста, твой вердикт на исполнение дочки и песни Ну, понимаешь, у меня сложное положение Если сказать, что я в восторге от того, как спела эта певица Меня могут заподозрить, что, типа, вот мамочка дочку хвалит Я очень редко хвалю свою дочь Но когда на первый раз я услышала исполнение эту песню Я сказала, что для меня ты настоящее открытие с этой песней Я считаю, что ты настоящая певица Это сложная песня Кристина с ней справилась великолепно Я могу тут подписываться, вот как профессионал Хорошо Спасибо Спасибо, Алла Борисовна Жду знакомствам с вами Спасибо огромное Все гениальное просто, да? Я к мнению Аллы Борисовны присоединяюсь Я, конечно, вспомнил запись этой песни всей И она мне очень тронула Просто замечательно Спасибо Вспомнилось во время исполнения этой песни Вот что Сидели дома у Хазанова Мы с женой и он с женой И после третьей рюмки я обычно начинаю хвастаться И, значит, сказал, что я могу вот создать веру какой-нибудь Или вообще раскрутить кого-нибудь И сделать известный на всю страну, может быть, на весь мир Он говорит, я верю, что ты можешь что-то сделать Но ни за что не поверю, что найдется какой-нибудь артист Который понимает, про что он поет В нашей стране только один человек И мы ночью он поставил эту песню И сказал Вот у меня даже есть текст И вот смотри Вот единственное Это Алла Борисовна Ну, Алла Значит, ставит все запятые И там есть троеточие Даже вот в песне И там она все чувствует Все понимает И такого быть не может Вот И поэтому я сейчас Вот слышал эти запятые Троеточие Смысл Глубину И просто в какой-то степени поражен Да, пожалуйста Аргументы и факты Владимир Полупанов Алла Борисовна Я вот хочу к вам обратиться Ведь был, конечно, скепсис По поводу вообще вашей дочери В начале ее карьеры Но сегодня я хочу сказать Что Кристина выросла в большого мастера В профессионала И вам вообще за нее не должно быть стыдного Вообще Мне кажется, и не бывает уже Поэтому я хочу поаплодировать Кристине Она действительно вырастает Хорошую действительно артист Я скоро уже постарею И все, расти, расти, расти Ну еще есть к чему, Кристина Нет, это как раз тот самый случай Что у меня, что у Кристины Возраст нам идет И в песне, и в жизни Владимир, спасибо Вопрос такой хочу Алла Борисовна, как вам кажется Вот мне кажется, что у композитора Зацепина Такие песни В них есть какая-то надежда Есть глубина Которой в сегодняшних песнях нет Или я не прав? Я могу только ответить Что песня всегда была отражением жизни Понимаешь, с зеркалом И вот какая жизнь Такие песни Все Мне та жизнь очень нравилась Мы были молоды Надеялись И если бы я сейчас пела То, наверное, я тоже бы пела с надеждой Видно, это все-таки отметина нашего поколения Не отчаиваться Надеяться Добиваться чего-то И И все Игорь Шулинский Тайм-аут У меня вопрос к Александру Сергеевичу Вы знаете, вы вот Всегда были такой человек Как бы нездешний Как будто вы пришли сюда со стороны В эту страну В этот мир И поэтому у вас нетривиальная судьба Меня всегда вот интересовало Скажите, пожалуйста А что как бы для вас адекватнее Было быть скромным парижским буржуа Или великим маститым советским композитором? Ну, тут даже никакого не может быть негативного ответа Конечно, я русский, я композитор здесь Зачем мне буржуа, миллионы мне не надо А если бы были у меня миллионы Я бы их истратил опять на студию Уважаемые телезрители Мы обсуждали песню «До свидания, лето» Голосуйте за вашу любимую песню Все вместе, конечно же Мы выберем лучшую Ну, а сейчас давайте послушаем еще одну песню Самого кинематографического композитора Чьи песни зачастую отрываются от фильмов И уходят в свободное плавание Песня «Этот мир» За то, что только раз Году бывает май За блеклую зарю Ненасного дня Кого угодно ты На свете обвиняй Но только не меня Прошу, не меня Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Придуман а не мной Что мчится день за днем То радость, то печаль кому-то несят А мир устроен так Что все возможно в нем Но после ничего Исправить нельзя Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Один лишь способ есть Нам справиться с судьбой Один лишь только путь Меликаний и дней Пусть тучи разогнать Нам трудно над землей Но можем мы любить Друг друга сильней Этот мир придуман не мной Этот мир придуман не мной Этот мир придуман не мной Да-да-да, на-на-на-на-на-на-на Дорогие друзья, мы подошли к самому важному моменту нашего проекта – голосованию. Вы услышали песни Александра Сергеевича Зацепина, и каждая из них может быть названа лучшей. Напоминаем вам эти песни. Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется «Жизнь». Звенит январская вьюга, И ливни хлящут у круга, И звезды мчатся по кругу, И шумят города. Дорогие друзья, где-то плыл за моря, Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, Не напрасно было. Склад! Вертется быстрее земля. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Всегда быть рядом не могут люди Всегда быть вместе не могут люди Нельзя любви, земной любви Пылать без конца А нам всё равно, а нам всё равно Пусть боимся мы полка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час Мы по ушебу, но и очень приправы И зимой, и летом Не бывало ждать чудес Будет детство где-то, но не здесь Парусь, а сейчас всё живёт А кузни, пусть за неё поёт За окном сентябрь Провода качает За окном с утра Серый дождь стеной Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Мы продолжаем принимать голоса телезрителей А зрители в студии будут голосовать прямо сейчас При помощи вот таких вот пультов Начали! Куда уходит детство? Александр Сергеевич, вы ожидали, что выберут именно эту песню? Ну, я целиком за Почему у меня? Я считаю, что вполне возможно Или миг, или детство Я очень, очень, очень рад Необходимо сказать, что студийное голосование промежуточно И согласно правилам Голоса зрителей в студии будут прибавлены Приплюсованы к результатам голосования телезрителей всей страны И вот тогда Результат и можно будет назвать Всенародным и окончательным Через несколько секунд Мы объявим о прекращении приема голосов от телезрителей Ну что ж, Юрий Александрович, без нас ведь никто не справится Давайте вместе дадим обратный отчет 5, 4, 3, 2, 1 Стоп! Объявляю Голосование закрытым Результат вы можете узнать уже завтра на сайте нашего телеканала 1tv.ru Также песню, занявшую первое место Мы объявим в начале следующей программы Ну а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители Желаю вам удачи и музыкального настроения Ну а в нашем эфире звучит песня, победившая по результатам голосования зрителей в студии Это песня «Куда уходит детство» Куда уходит детство В какие города И где найти нам средства Чтоб вновь попасть туда Оно уйдет неслышно Пока весь город сбит И писем не напишет И вряд ли позвонит И зимой, и летом Небывалых ждать чутец Будет детство где-то Но не здесь И в сугробах белых И по лужам у ручья Будет кто-то бегать Но не я Куда уходит детство Куда ушло оно Наверно в край чудесный Где каждый день кино Все так же ночи синей Строится лунный свет Но нам с тобой Отныне Туда дороги нет Нет И зимой, и летом Небывалых ждать чутец Будет детство где-то Но не здесь И в сугробах белых И по лужам у ручья Будет кто-то бегать Но не я И зимой, и летом Небывалых ждать чутец Будет детство где-то Но не здесь И в сугробах белых И по лужам у ручья Будет кто-то бегать Но не я Но не я Спасибо 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 Спасибо